добрый день всем кто смотрит мой канал сегодня я хотела вам показать свою смородину черную колерованную она скрещена вместе с крыжовником и смородины это смородина имеет продолговатую форму овальную у нас их два вида овальная не меньше косточек и она чуть сладче а вот этот куст уже другой круглые ягодки сейчас я их сорву для сравнения положу на руку у них уже побольше костей вот видите продолговатой веточкой и вот рядом 3 круглых смородинки не вот отличаются и по вкусу они даже отличаются овальные сладшие это немного с кислинка идет размеры кустов у нас все разные есть по полтора метра есть метровые в общем соберем весь урожай и сделаем вкусное сладкое варенье собрали на смородину получилось два ведерочка ее собираем в три этапа кто знает она на кустах не сразу вся спеет а по очереди мы собрали пока только черную потом следующий раз приедем еще у нас пеет на собираем потом третит а будет последний вот полтора килограмма и второе ведерко также висит три килограмма ягоды и возьмем три с половиной килограмма сахара смородину тщательно промоем переберем и перекрутим через мясорубку всю смородину перекрутили на мясорубке теперь высыпаем сахар постепенно весь сразу не надо сыпать и перемешиваем постепенно высыпаем весь сахар получается и по весу смородины у нас получилось три килограмма сахара где-то 3 500 3 700 надо пусть немного постоит раствориться весь сахар потом поставим на плиту перелила я все варенье в большую эмалированную кастрюлю и поставила на плиту слегка помешиваем варенье начинает закипать сейчас засекем пять минут через пять минут его отключим да и огонь убавим на медленный огонь поставим как пенка будет подниматься пенку убираем варенье я отключила пенку все убрала получилось вот столько пенки тарелочка обычная тарелочка глубокая я помню такое лакомство всегда любили в детстве есть все детки в том числе я когда бабушки наши варили разное варенье клубничные смородины с малины всегда лакомили с такой пенкой как варенье остынет уберем его в стеклянные банки закроем капроновой крышкой и уберем в холодильник или можно поставить в погреб в подвал у кого что есть если она вареная то есть и покипела пять минут с ним ничего не будет если оставить в погребе или в подвале если место есть в холодильнике то лучше в холодильник поставить получилось варенье 4800 вот такой густоты главное свое и домашнее если вам понравился рецепт подписывайтесь на мой канал заходите в гости буду очень рада пока а